В старинных фотографиях всегда присутствует нечто завораживающее. У каждого снимка есть своя история, своя ценность, не говоря уже об уникальной атмосферности, которая присуща карточкам из прошлого. Это далеко не те миллионы селфи, которые делаются каждую секунду во всём мире. Предлагаю вашему вниманию вторую часть исторических кадров, которые характеризуют не только объект, запечатлённый на нём, но и целую эпоху. Интересного и увлекательного просмотра. Французские арбалетчики Первой мировой войны. 1914 год. Арбалеты активно использовались в ту войну, прежде всего для заброски гранат во вражеские окопы. Эти арбалеты могли забрасывать сферическую гранату массой до килограмма на дальность до 125 метров. Скорость стрельбы французского арбалета «Кузнечик» достигала четырёх выстрелов в минуту. Дистанция обстрела – до 400 метров. 28 апреля 1988 года с самолёта «Алоха Эйрлайнс» сорвало крышу на высоте 7300 метров. Но самолёт смог благополучно приземлиться. Принц Чарльз танцует гопак. 1980-е. А на этом фото 1893 года вовсе не задержанные преступники и не боксёры после проигранных поединков. Это студенты престижнейшего пристанского университета. Парни просто играли в снежки. Наверняка каждый из них впоследствии сделал блестящую карьеру в науке. Строительство Берлинской стены. 1961 год. Взаимопонимание между союзниками-победителями продержалось недолго. После чего отношения накалились, обострились и логично завершились холодной войной, одним из краеугольных камней которой стало возведение Берлинской стены, разделившей германскую столицу на советский и западный лагерь. Охрана Восточного Берлина добавляет колючую проволоку в верхней части Берлинской стены. В 1972 году. Падение Берлинской стены. 1989. Почти 30 лет простоял мрачный символ холодной стены, разделяющей Берлин и весь цивилизованный мир на коммунистов и капиталистов, пока в Союзе не наступила перестройка и начался развал социалистического лагеря. Немецкие социалисты потеряли власть в ГДР и 9 ноября 1989 стена пала под радостные возгласы с обеих сторон. Девочки играют в волейбол на ходулях. Венес-Бич, 1934. Сапожник Дюшена. Живший в XIX веке французский невролог Гийом Дюшен исследовал реакцию мышц и нервов на электрические импульсы. Впоследствии его работы легли в основу электронеромеографии – диагностического теста, позволяющего выявить повреждения нерва. В числе прочего Дюшен запечатлевал выражение лиц пациентов при подаче импульсов на тот или иной лицевой нерв. Проблемой была фотосъемка того времени. Длительная выдержка не позволяла осуществить подобную процедуру. Но Дюшену повезло. В его распоряжении оказался сапожник средних лет, страдавший от паралича лицевого нерва. Иначе говоря, если Дюшен с помощью тока получал на лице пациента какое-то выражение, оно держалось там без изменений несколько минут, пока мышцу не отпускало. Это позволяло сделать качественный снимок на длительной выдержке. Врач сделал с сапожником более 100 опытов, подключая электроды к различным мышцам и получая самые разные выражения лица. Исследование, снабженное снимками, было опубликовано под названием «Механизм человеческой физиогномики». Благодаря этой работе Дюшен определил назначение ряда лицевых мышц и, в частности, выявил механизм возникновения улыбки. В 1958 году Мао объявил в Китае борьбу с воробьями. Якобы они съедают все посевы. Люди рьяно взялись за исполнение этого указа. На крыше стоят люди, размахивающие тряпками. Дело в том, что воробьям надо отдыхать каждые 15 минут. Но люди не давали птицам садиться, пугая их звуками, тряпками и прочими приспособлениями. Воробьи падали замертво и их несли сдавать в специальные приемные пункты. Всего за несколько дней было уничтожено более миллиона воробьев. А за несколько месяцев они вообще практически исчезли по всей территории Китая. А на следующий год начался страшный голод. Гусеницы съели все посевы, и китайцам было непросто прокормить свои семьи. Жозе Мэйфре и его легендарный велосипед, на котором он в 1962 году установил рекорд скорости. Разгоняясь в воздушном мешке позади Mercedes-Benz 300 SL, велогонщик развил скорость 204,73 км в час. Рекорд продержался 20 лет. Прикованные наручниками заключенные вращают ногами валы мельниц в тюрьме Янгуна, Мьянма, 1900 год. Покраска Эйфелевой башни, 1932. Физик Гарольд Огню держит ядро атомной бомбы толстяк, сброшенной на Нагасаки в 1945 году. Вроде бы обычное фото, с виду ничем не примечательное. А теперь взгляните на человека на заднем плане в левом углу фото. Теперь на танке в правом углу. Этот человек – тот самый неизвестный бунтарь, который в одиночку сдерживал колонну танков во время волнений на площади Тянь-Аль-Мэнь в июне 1989 года. Личность бунтаря не удалось установить, но существует версия, что им был 19-летний студент Пекинского университета Ван Вэйлинь. Его судьба неизвестна. Его могли казнить, посадить в тюрьму, либо же он бежал из страны. В предыдущей части видео мы показывали фото, на котором изображена женщина, четверо детей, а рядом с ними табличка, на которой было написано «Продам четверых детей». Многих заинтересовало, как же сложилась дальнейшая судьба этих детей. Я нашел историю их жизни, озвучил ее и выложил в аудиоформате в телеграм-канале «Я в шоке». Ссылку вы найдете в описании и в комментариях. Добро пожаловать, смотрите, слушайте. Продолжаем. Электричество, взятое из воздуха, приводит в движение автомобиль. Газета Arizona Republican от 28 августа 1921 года. На фото К. Э. Аман и его атмосферный генератор, подключенный к электромобилю. На улицах Денвера проводятся демонстрации нового электрогенератора, который, как утверждают разработчики, получает электричество из воздуха. Внутри барабана нет ничего движущегося. Содержимое состоит только из железа, проволоки и минералов, говорит Аман. Он может использоваться для привода любого электрического устройства и может быть изготовлен любого размера. Изобретателями являются Джей Э. Аман из Денвера и его братка Э. Аман из Покона, штат Вашингтон. Чтобы продемонстрировать это, братья прокатились на старом электромобиле, вынули аккумулятор и быстро подключили свой новый атмосферный генератор. Они сели в машину и уехали на большой скорости. Крупнейшие из когда-либо существовавших телескопов-рефракторов собраны специально к Всемирной выставке в Париже в 1900 году и украшавший дворец оптики. Двухэтажный пассажирский вагон, созданный на Тверском вагоностроительном заводе в 1905 году. Так выглядел первый в мире беспроводной телефон. 1919 год. Шайнен Волф – путевой разрушитель, используемый немцами во время отступления для разрушения советских железных дорог. 1944 год. Демонстрация пронографических картинок. Пекин. 1874 год. Первый в СССР экскаватор, тогда еще паровой, был построен на Мотовелихинских заводах. 1931 год. Английские самодвижущиеся локомобили, дорожные паровозы, марки Фоулер с топками на соломе. 1875 год. Самарская губерния. Паровой трактор Хорнсби. Предназначен для перетаскивания грузов на Аляске. Там с дорогами было плохо, колесные тягачи не обладали необходимой проходимостью, а лошади и собаки возить большие грузы не могли. Изготовлен в Великобритании. В 1910 году в единственном экземпляре. Передвижной домик пастуха. Франция. 1903 год. Восьмилетний шахматный вундеркинд Самуэль Ришевский дает мастерам сеанс одновременной игры во Франции. 1920. Из 23 сыгранных партий он не проиграл ни одной, и лишь четыре свел в ничью. Один из первых пылесосов Элма производства компании Сименс. 1906 год. Складной аварийный мост. Нидерланды. 1926. Член Куклус-клана едет в машине, держа за окном веревку. Это предупреждение для афроамериканских жителей квартала в Майами, которые должны были принять участие в выборах. Май 1939 года. Советские солдаты отдыхают на пляже острова Борнхольм с местными девушками. 1945-1946 года. Дания. Миллионер и издатель журнала Playboy Хью Хефнер позируется своими кроликами в одном из американских клубов в сети Playboy. 1962 год. Для того, чтобы открыть свой журнал, он к своим кровно заработанным 600 долларам занял 9000 у инвесторов и матери. Рабочим названием журнала было «Стак Пати» – «Мальчишник». Но Хефнер отказался от этого названия, так как в то время существовал мужской журнал «Стак Магазин». Первый выпуск Playboy вышел в декабре 1953 года. На обложке красовалась Мерлин Монро. За первую неделю было продано три четверти тиража. Начиналась сексуальная революция. 28 мая 1987 года. На Красной площади в Москве приземлился спортивный самолет западного немца Матиаса Руста, беспрепятственно пролетев более тысячи километров. На фото он покуривает сигарету у самолета после приземления в центре Москвы. На канале вы найдете полноценное видео и узнаете эту историю подробнее. Художник-постановщик Леонид Шварцман на съемках мультфильма. 1974 год. Африканский король верхом и зонтиком. Германская Восточная Африка. 1913 год. Зонты в африканских странах были символом власти и богатства. На фото дети в спальных мешках идут спать на свежем воздухе до полдника. 1930 годы. СССР. Маргрет Симмерман идет по канату над руином и Кельна. Германия. 1946. Набор питьевой воды во время наводнения. Канада. Торонто. Октябрь 1954. Русская дорога под ляховичами. Глазами немецкого фотографа. 1910. Люди привели своих собак на усыпление, так как они не в состоянии платить увеличенный налог на домашних питомцев. Берлин. 1926 год. Члены женского клуба скалолазания Люси Смит и Полин Ренкен на утесах Солсбери, Эдинбург. В Шотландии лезут по скале. 1908 год. Принцесса Елизавета получила спортивную награду по плаванию в составе спортивной команды, когда ей было 13 лет. В 1939 году. На табличке надпись «Белые люди сегодня не могут войти в зоопарк». Такая табличка выставлялась перед зоопарком в Эмфисе США лишь один раз в неделю. Остальные шесть дней только белым и можно было в этот зоопарк. 1959 год. Дороти Кэтрин Дрейпер. Сестра американского философа, врача, химика, историка и фотографа Джона Уильяма Дрейпера. Первая в мире женщина, изображенная на отчетливом портретном фотоснимке. 1840 год. На фотографиях 1860-х годов изображена Фанни Вирджиния Кассиопия Лоуренс. Куплена в Вирджинии Катариной С. Лоуренс. Крещена в Бруклине, в Плимутской церкви, Генри Уордом Бичером. Май 1863 года. Самая фотографируемая девочка-раб 19 века. Дети, рожденные от рабов, всегда считались рабами, если хозяин не давал им свободу по собственному желанию. Мать Фанни, чернокожая рабыня. Отец-плантатор. Девочка родилась настолько красивой, что имеется множество ее фотографий. Позже пастор, боровшийся против рабства, показывал девочку публике. После всеобщего вздоха восхищения, он сообщал, что девочка-рабыня и люди возмущались тем, как такая красота могла быть рабом. Кларенс Эйрс зачитывает немецким военнопленам газету с новостями о Дне Победы в Европе. Нью-Йорк, 1945 год. Местный предприниматель, который носил стулья на спине и издавал их за 10 центов утомленным туристом. Константинополь, 1920 год. Голландско-еврейская пара жили в крошечном подвале во время Второй мировой войны. Комната слишком мала, чтобы они могли стоять. И единственный человек, который знает, что они там есть, это швейцар, прячущий их. Амстердам, 1945 год. Великие княжны Ольга и Анастасия вытаскивают крестьянского мальчика из ямы. 1915 год. Могилёв. Священнослужители на презентации финансовой пирамиды «Хопёр-Инвест». 1994. Фото Виктор Ахломов. Все эти обручальные кольца нашли американские солдаты после освобождения концлагеря Бухенвальд в 1945 году. Мальчик с новеньким радиобайком Хаффи на американской международной ярмарке игрушек. Нью-Йорк, 1955 год. Корзинка для пьяниц. В 1960-х бары в Станбуле нанимали людей, чтобы те разносили пьяниц по домам. Такие заправки производства Японии были установлены в Киеве и Баку в конце 70-х. Члены экипажи итальянского парусника Америго Веспуччи прощаются со своими девушками и жёнами перед отплытием. Неаполь, 1963 год. На снимках запечатлён взятый в плен 16-летний Ханс Георг Хенке, зенитчик и член Гитлерюгенда. Фото стало символом рухнувших надежд нацистов. 1945. Сёрферы. 1922 год. Альпинисты конца викторианской эпохи. Среди них дама в корсете и при полном наряде. Переходят через расщелину в Альпах. 1900 год. Колонизаторам англичанам в жаркой и душной Индии было особенно тяжело из-за их генетической привычки к холодному климату. Но в 19 веке с электричеством было туго. И такие вещи, как вентилятор и кондиционер, отпадали. Но зато была дешёвая рабочая сила. Задача панкохвалов была проста. Они должны были приводить в движение гигантские веера – панхи, которые подвешивали под потолок жилых помещений. Иногда панкохвалы сидели в том же помещении, в котором находился панк, и приводили его в движение руками. Но на этой фотографии, снятые в 1900-е, увековечен другой случай. Панкхвалы находятся за стеной помещения, которые охлаждают, и струны опахала дёргают не руками, а ногами. Особенно ценились глухие панкхвалы, что понятно. В отличие от обычных слуг, панкхвалов нельзя было отослать из комнаты, когда разговор принимал секретный характер или щекотливый флёр. Разумеется, если господа не хотели ослабить от жары. На фото – господа за разговорами, а панкхвалы за работой. 1900-е. Макс и его собака Карло. Это фото было сделано в поездке из Буффало до Нью-Йорк-Сити. Макс Энгл в несчастном случае на железной дороге потерял ноги. Это случилось в 1890 году. На момент съёмки Карло тележку с хозяином уже более пяти лет. Автомобили, припаркованные рядом с логотипом Mercedes-Benz, приветствуют пролетающего над ним Гитлера. Третий рейх. 1930-е годы. Советская демонстрация с большой свиньёй. 1920-е. В СССР фото было запрещенным. Сталин и свинья рядом. 31 июля 1958 года на фото Ломи Пакет стоит с винтовкой на страже, чтобы не дать бульдозерам сравнять с землёй её дом в Эденделле. Через её земельный участок планируется провести автостраду Golden State. Пакет хочет гораздо больше денег, чем ей и её мужу было предложено властями за дом. Противостояние длилось несколько дней. 5 августа 1958 года пять шерифов, представившись корреспондентами, вошли в дом и разоружили несчастную. По решению суда женщина получила 9 тысяч долларов, а её дом был снесён. 1950 год. Германия. Слонёнок Туффи прыгает в реку Вупер. Это произошло более 70 лет назад на известной подвесной дороге Вупертали. Девочку Туффи владелец цирка Франц Альтхоф, постоянно брал с собой и водил по городу в целях рекламы и привлечения зрителей. В вагоне Туффи напугала громкое приветствие по громкой связи, и она, выломав дверь, прыгнула вниз. Расслабьтесь, она просто чудом не пострадала, получила лишь лёгкие царапины. Сегодня Туффи, благодаря этому чудесному прыжку, знаковая достопримечательность Вуперталя. И звезда местного фольклора. О прыжке лета 50-го знает каждый житель города. А ещё Туффи стала региональной маркой огромного молочного концерна. Гарри Ф. Гриффин, силач из пожарной охраны Лос-Анджелеса, держит зубами двух коллег. 1914. Винная лавка на Невском проспекте. 1931 год. Ленинград. Представители русского духовенства во главе с митрополитом Николаем, крайне слева, посетили с визитом колледж Вустера, где их встречала группа студенток с большим приветственным плакатом на английском и русском языках. Штат Огайо, США. 1956 год. Фото Associated Press. Продавец кошачьего мяса. Лондон. 1933 год. Про этого человека говорят, что он жил в трёх столетиях. Действительно, он родился в 1790-х, умер в начале 1920-х. И это означает, что этот американский индейец из народа Чип Пева повидал на своём длинном веку три столетия. Точный возраст его не установлен. Вряд ли индейцам, родившимся в 1790-х годах, выдавали свидетельство о рождении. Но некоторые документы настойчиво подтверждают, что этот индейц из Миннесоты прожил 137 лет. Впрочем, другие источники настаивают на цифре в 129 лет. Говорят, что кожа его высохла и растрескалась. Однако ясный ум не оставил Джона Смита до самого конца. Снимки старого индейца стоят недёшево, и выглядит он невероятно колоритно, морщинистый, с трубкой в зубах, с огромным носом и перьями в голове. Старый индейц смотрится очень необычно. Благодарю вас за просмотр, за то, что посмотрели это видео полностью и до конца. Подписывайтесь на канал, впереди вас ждёт много таких подборок. Желаю вам хорошего дня, вечера, ночи. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok